Томатную пасту и томаты мы будем в России теперь есть чаще и больше благодаря труду сельхозпроизводителей Херсона. Но, а кто пойдет, скажите, пожалуйста, докладывать Путину, что это невозможно организовать? Херсонщина, это столица ковыни. Давайте захватывать все больше территорий. У Херсона большая перспектива и что достойно место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем. Зачем нужен Херсон? Ну, слушайте, это же стратегия путинская. Экстенсивно развиваться, перевоссоздавать, переучреждать империю. Советский Союз 2, 0, 10, 0, неважно, как это будет называться. Ничего другого за душой у них нет. Понимаете? И поэтому Херсон, это оправдание собственной несменяемости, собственной власти в десятилетиями. Хорошее слово! Хорошее слово! Голыка, Украина! Голыка! Я думаю, что этот, так называемый, референдум был одобрен Путином. Но, а кто пойдет, скажите, пожалуйста, докладывать Путину, что это невозможно организовать? Вот кто возьмет на себя этот риск сказать, ваш приказ не выполнен? Не забудьте, мы имеем дело практически со двором средневекового, глубоко средневекового монарха. Каждый день формально должно увеличивать шанс, чтобы украинская армия вернула себя значительную часть, если не все из того, что было завладено. Но есть неизвестные факторы, например, поддержка со стороны Германии по передаче того оружия, которое было обещано. Не знаю, еще треба их отправлять в этих пакетах полиэтиленовых. Полиэтилен на разе шкодит экологии. Это, возможно, не стоит, перетравить нашу землю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Единственный сенс – это пришличивать темпы отримания высокоточной оружии, это готовить на оккупированных территориях партизанский опор, это мобилизовать все наши силы для того, чтобы отвоевывать свои территории.